Любимые, всем привет! Сегодня с вами говорим на тему аллергии. И не такой, не прям классической, ужасной истории, когда всё... Ну, давайте это тоже возьмём. В общем, аллергия, мы понимаем, да, это некий иммунный, да, ответ на всё, что происходит во вне или внутри. И очень-очень у многих есть проблемы вообще в, собственно говоря, моментах, на которые они реагируют. Кто-то реагирует на ситуацию, значит, например, нужно сдать экзамен. В этот момент все силы мобилизируются, и человек кратковременно испытывает стресс. Идёт выброс на, собственно говоря, все силы на действие. Что нужно в этот момент? В этот момент просто нужно расслабиться и понять, что да, я сейчас потрачусь. Но есть и другой момент, который очень-очень сильно помогает при другой истории. Когда, например, аллергия, она имеет генетическую предрасположенность, либо хронический стресс, либо бывает вообще паразитарка, другие истории. Ну, в общем, много всего. И здесь для себя главное разграничить, это чисто психика, да, выстреливает, или это физика. Когда чисто психика и постоянно гистамин, да, вы много либо работаете, либо реагируете. Это одна история. Но если это физика, то другая. И, знаете, многим там и кортизон применяют, и другие моменты. Но я считаю, что если вы знаете, ну, хотя бы частично причину, это там, например, кто-то знает, что там на акацию, там на что-то у него аллергия, кто-то знает на рыбу. Но очень часто эта проблема не на рыбу, а некорректная работа либо печени, либо ЖКТ. Ну, в общем, это правда. И вы прям пишете, что можно делать. Если вы знаете, что это чисто вопрос психологии. Например, я реагирую, я просто в шоке от того, что у меня опять аллергия, или у меня опять астматический приступ, соответственно, я начинаю помогать себе. Как я могу себе помочь? Я могу поработать с тем, что уже есть, или добавить то, чего еще нет. Соответственно, здесь помогает более-менее укрепление здорового образа мышления. То есть, как я реагирую на, собственно говоря, стресс. Например, проплыть 5 километров – это стресс. Написать курсовую – это стресс. Открыть свой проект – это стресс. Но если он постоянно, 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 то ресурсы тратятся. Другой момент – это какая может быть, вы пишете, поддержка. Это, да, это реально рабочая история психотерапии совместно с нутриентами, которые я всегда рекомендую, и вы спрашиваете часто. Что бы я рекомендовала на стоп-аллергии? Это буплерум, это антигистаминовая история, которая чисто работает с печенью и основана на травках. Блокирует синтез гистамина и также подавляет клеточный иммунитет, который, напротив, в этот момент против себя работает. Витамин С я бы дала пролонгированный. Никакую химию сразу мы не берем. И 2 грамма в течение недели снижают выбросы гистамина очень сильно. Комплекс серы я бы обязательно дала. Одна таблетка 2 раза в день чувствительность к аллергенам снижает, и это очень помогает. Омега – одна капсула 2 раза в день уменьшает проявление аллергии и снижает выраженность воспалений. И плюс я бы еще дала гистоблок, например, который содержит кверцетин. Это супер мощный антиоксидант и нормализует баланс гистамины и моделирует иммунную функцию. Это супер история. И еще бы я добавила простую красный клевер. Почему? Потому что он обычно активизирует работу фагоцитов. Так, ну это то, что вы спрашивали, и вы знаете, что я всегда комплексно отношусь к вопросу.